Сегодня будем готовить вкуснейшее мороженое из самых доступных продуктов. Для этого рецепта нам по сути понадобится 3 основных ингредиента. Это молоко, сахар и яйца. Начнем с того, что подогреем молоко. Для этого выливаем его в кастрюлю и ставим на огонь. А пока подготовим яйца. Нам нужно отделить желтки от белков. Делайте это осторожно, чтобы желток ни в коем случае не попал в белки. Емкость, в которую мы разбиваем белки, должна быть сухой и чистой. В желтки высыпаем сахар. Хорошо при помощи венчика смешиваем желтки и сахар. На этом этапе по желанию можно добавить ванильный сахар. Теперь добавляем немного молока и снова хорошо все перемешиваем. Полученную молочно-яичную смесь небольшими порциями вливаем в горячее молоко. И постоянно помешиваем. Вливаем постепенно, чтобы желтки не свернулись. Теперь, не прекращая помешивать, доводим смесь до кипения. И переливаем в другую емкость, чтобы яично-молочная масса быстрее остыла. Тем временем подготовим белки. В емкость с белками добавляем немного соли и высыпаем сахар. С помощью венчика размешиваем все ингредиенты, чтобы масса стала более однородной. Теперь ставим емкость с белками на водяную баню. Для этого воду в кастрюле доводим до кипения, затем уже ставим сверху емкость. Верхняя посуда должна касаться дном кипящей воды, находящейся в нижней посуде. Поместить посуду со смесью на водяную баню и слегка взбивать венчиком непрерывно на протяжении 12-15 минут. Принцип водяной бани заключается в том, что вода является промежуточным носителем тепла. То есть мы нагреваем продукты не на огне, а на воде. Спустя 15 минут снимаем белки с огня. И теперь при помощи миксера взбиваем еще 4-5 минут до полного охлаждения. Получается очень пышный, нежный и довольно-таки устойчивый крем. Чтобы проверить, хорошо ли вы взбили белки, попробуйте перевернуть емкость кремом. Если ничего не вытекает и не падает, все отлично. Возвращаемся к нашей молочной смеси. Она уже хорошо остыла. Это важно! Дождитесь полного остывания молочно-яичной смеси. И теперь ложкой аккуратно выкладываем белковый крем. Посмотрите, какой плотный устойчивый крем у нас получился. Отличный результат! Теперь лопаткой немного перемешиваем. И с помощью миксера на небольшой скорости смешиваем крем и молочную смесь. Долго взбивать не нужно. Вот так должно получиться. Вот и все! Выливаем будущее мороженое в подходящую форму. У меня это металлическая форма от кексов. Можно использовать и порционные формы. Отправляем в холодильник на 3-4 часа до полного застывания. И можно подавать вкусное, нежное мороженое с нежным молочно-сливочным вкусом. Обязательно попробуйте приготовить в летнюю жару. Уже с нетерпением жду ваши отзывы в комментариях. Настоящий летний десерт. Вкуснейшее домашнее мороженое всего из трех ингредиентов. И готовится все очень быстро, просто и без лишней возни. Начнем с клубники. Приготовить это мороженое можно с любой ягодой или с любым фруктом. Но сейчас в сезон клубники обязательно готовлю это мороженое именно с ней. Клубнику моем, очищаем от хвостиков и разрезаем на небольшие кусочки. Если у вас блендер мощный или ягодка небольшая, то можно пропустить этот этап. Нарезанную клубнику высыпаем в стакан от блендера, в котором будем измельчать ягоду. Должна получиться однородная масса. В зависимости от мощности вашего блендера, этот процесс может занять от 1 минуты до 3. Все готово! Вот такая масса должна в итоге получиться. Теперь в глубокую удобную миску выливаем охлажденные сливки жирностью не менее 30%. Если вы возьмете сливки с меньшей жирностью, то взбить их до нужной консистенции вы не сможете. Они так и останутся жидкими. Взбивать сливки лучше всего миксером. Если вы будете делать это блендером, есть риск того, что у вас получатся не взбитые сливки, а самое настоящее масло. Примерное время взбивания минут 10. Но, конечно же, все зависит от мощности вашего миксера. Взбивать нужно под углом 90 градусов. Начинайте взбивать на небольшой скорости. Затем увеличивайте ее. Как только добились стабильной консистенции, сразу останавливайтесь. Иначе можно перезбить их, и они расслоятся. Исправить это, к сожалению, будет невозможно. Вот такая консистенция должна в итоге получиться. Теперь во взбитые сливки добавляем измельченную клубнику. И сгущенное молоко. Кстати, сгущенное молоко я делаю сама. И рецепт уже давно есть у меня на канале. Если пропустили, ссылочку обязательно оставлю внизу под видео. Хорошо, теперь миксером все перемешиваем, чтобы соединить все ингредиенты. Долго взбивать на этом этапе не нужно. Теперь подготовим форму, в которой будем готовить наш десерт. Для декора я буду, конечно же, использовать клубнику. И для этого я нарезаю ее вот на такие вот слайсы. В качестве формы для мороженого торта, я буду использовать обычную форму для выпечки кексов. На бока формы выкладываю клубничку, таким образом, как показано на видео. На дно формы выкладываю клубнику, нарезанную кружочками. Тут вы, конечно, можете проявить фантазию и сделать такой декор, который больше нравится вам. Теперь выливаем в форму клубнично-сливочную массу. Аккуратно, не торопитесь. Как видите, у меня объем всех ингредиентов как раз подходит для такой формы. Все хорошенько разравниваем. Сверху форму затягиваю пищевой пленкой и отправляю в морозильную камеру. Минимум часа на три, а лучше на ночь. Чтобы вытащить торт мороженое из формы, покажу вам один очень простой способ. В глубокую большую емкость наливаем горячую воду. Опускаем в форму с мороженым буквально на 30-40 секунд. Накрываем тарелкой для подачи. И теперь одним ловким движением переворачиваем форму. Таким образом, чтобы тарелка оказалась снизу. Все, можно снимать форму. Посмотрите, какой нарядный десерт в итоге у нас получился. Мне кажется, это отличная альтернатива торту в летнее время. Яркий клубничный вкус и нежная текстура, благодаря взбитым сливкам. Такой десерт можно удобно разрезать на порционные кусочки и подать к семейному застолью. Экспериментируйте со вкусом и декором. И обязательно попробуйте приготовить. Это очень вкусно. Не забудьте поставить лайк, если это видео было для вас полезным и интересным. И конечно же подписывайтесь, если вы еще не со мной. Вкусное домашнее мороженое, которое мы готовим по очень простому и доступному рецепту. Готовится без сахара, консервантов и красителей. И буквально за пару минут. Это отличный десерт как для детей, так и для взрослых. Приготовим сразу три вида. Все очень вкусные и понравятся точно каждому. В первую очередь подготавливаем бананы. Они должны быть хорошо вызревшими. Иметь желтый или даже коричневый окрас. Чем более зрелый фрукт, тем карамелизирование вкус у мороженого будет. Зеленые бананы не подойдут, поскольку впоследствии приготовления они придадут неприятной терке привкус десерту. Снимите с банана кожуру и нарежьте его небольшими кусочками. Форма и размер не имеют особого значения. Главное, чтобы они были примерно одинаковые. Складываем бананы ровным слоем на пергаментную бумагу и отправляем в морозильную камеру, чтобы они полностью замерзли на 2-3 часа. Но лучше на ночь. Заготовка для приготовления домашнего мороженого готова. Бананы полностью заморозились, стали твердые, как камень. То, что нужно. Перекладываем замороженные кусочки банана в блендер или комбайн. Теперь нарезаем клубнику. Если у вас блендер мощный, можете пропустить этот этап и сразу добавить целую ягоду. Клубнику высыпаем к банану. И теперь все хорошенько взбиваем до получения гладкой однородной массы. В зависимости от мощности блендера вам понадобится от 2 до 5 минут. Как только смесь станет однородной, мороженое готово. Его можно сразу есть или отправить в морозилку на 30 минут, чтобы получить более твердую структуру десерта. Мне нравится вот такое нежное, слегка подтаявшее. Перекладываем десерт в посуду для подачи. Вовнутрь я еще добавлю кусочки свежей ягоды. Украшаем по вкусу и можно подавать. Нежная текстура, яркий клубнично-банановый вкус и никакого вреда для фигуры. Идеальный летний десерт. Готовим еще один вариант. Шоколадный. Тут все так же. Замороженные бананы отправляем в чашу блендера и добавляем 1-2 столовые ложки хорошего вкусного какао. Хорошо все измельчаем и перекладываем в посуду для подачи. Украшаем и готово. Можно подавать. Ароматное, нежное, в меру сладкое и очень вкусное шоколадное мороженое готово. И еще один вкусный ягодный вариант. Этот способ я использую круглый год, когда в морозильной камере есть замороженные ягоды или фрукты. Сейчас перед началом ягодного сезона как раз расчищаю остатки и готовлю такой десерт с черной смородиной. Именно она осталась прошлого сезона. Заранее ягоду я не размораживаю и измельчаю сразу с морозилки. Так текстура готового десерта получается более плотной. Вы только посмотрите на этот насыщенный цвет, а вкус просто не передать словами. Банан дает нужную сладкость, а смородина легкую кислинку и основной вкус. Ни грамма добавленного сахара, просто вкусно и полезно. Ставьте лайк, если вам понравились мои рецепты. Не забудьте подписаться и нажимайте на колокольчик. А я уже с нетерпением жду ваши отзывы в комментариях. Всем приятного аппетита и до новых рецептов. Пока-пока.